Фрагбайт Мастерс Остаются самые интересные, самые, наверное, нереальные фраги, но не в его исполнении, к сожалению, а как раз-таки по нему у нас снова падает интернет, и на этот раз, по-моему, на этот раз, по-моему, это просто лаги. Где-то кто-то стреляет. По-моему, это с сервером что-то уже произошло, а не с нами, как я смотрю дропы. Да, это с нами что-то произошло опять. Ну вот, эх, не дают нам делать репортаж сегодня просто владельцы даты групп, вообще беда какая-то просто полная. Ну и мы, соответственно, можем пока позалипать в лейнапы и подождем, когда ситуация наладится. На самом деле все очень плохо, потому что даже вот нельзя залить на YouTube канал, но я надеюсь, что как-то может раздуплиться и зальется это видео. Ну что ж, пробуем, наверное, все-таки сделать реконект. Нет, пока рано, пока рано делать реконект. И вот вроде бы, нет, продолжаются дропы, нет, все, закончились дропы, нет, продолжаются, да блин. Я вот смотрю на программу и понимаю, что здесь, по-моему, какой-то двойной тупичок получается. Так, ну вот, 1526, 1465, 1587. Интернет вроде бы как появился, а программа работать не хочет. Ну это вообще ересь. Все, я в шоке. Видео не заливается, ничего не происходит, вообще полная беда. Зрители хоть работают. Вот так, ну у нас turn the live map и непонятно, что со стримом делать. Не знаю, пробовать другой сервер тоже бессмысленно. Ну, будем ждать. Тем временем пока что сделал пару банов. Пару банов. Забавно. Так, ну и вроде отпускает или нет. Не, не отпускает сегодня у нас всех. Все, погнали. Так, еще раз один ретрай. Пробуем законнектиться на сервер. Битрейт вроде бы пошел. Интернет появился. Ну и вот с такими вот моментами, конечно, справиться очень тяжело. Меня это всегда как-то демотивировало дальше продолжать этим заниматься. И опять у нас походу сейчас пойдут дропы, если я не ошибаюсь. Нет, еще раз ретри. Пытаемся задисконнектиться и сделать ретрайчик. Как видим, в стиме у меня ничего не работает. Да, походу мы накомментились сегодня и насмотрелись Counter-Strike. Или все-таки да будет чудо. Так. Пытаемся. Давайте попробуем, будет ли работать вообще GoToEcho. Не, халтворк работает. Вроде бы все нормально. Стрим пропал. Еще раз ретри. Так, дисконнект. Жесть какая-то. Интернет есть, а вот на GoToEcho у меня уже не заходит обратно. Не знаю, в чем дело. Видимо. Видимо, оно тоже лежит. Ну, а на официальном стриме фрагбайта, по-моему, все нормально работает. Жесть. Суперская жесть. Да, там уже, там все хорошо. Так, захожу в CS. Но если, короче, сейчас не отпустит, то это BB фрагбайт. И до финала мы уже комментировать не будем. Не знаю, ну просто. Не заходит на сервак. Пакеты отправляются, обратно не идут. Вот зрители на стриме появились вроде первые. Так, ну и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попадаем, наконец-таки, туда. Все, надеюсь, больше не будет у нас сейчас проблем с интернетом. Всех еще раз поприветствую. Репортаж с фрагбайта. GetRight. Минус Gix. Так, 3-0, друзья. Они, по-моему, сходу ведут. И не дали... И, по-моему, смотрите, UberGix закупались на втором раунде. У них в руках-то пистики и по 2400. По-моему, налажали датчане. Опять пытались сыграть как бы уверенно. А сыграли как бы... Как команда United в CS 1.6, в которую вливалось очень много бабла. Вот. А сыграли так же. Но в этих даже денег не вливали. Ладно. НИП ставится бомба. Фрайберг. The bomb has been planted. И НИПы пока довольны, наверное, своим выступлением. Без потерь, Гизис. Вот такого леща отвесил еще. НИКа напоследок. Так, ну и... Бай. Так. Два СС-ка. Смотрите, номер 4. Фетиш на простом М4. Ави Кунника. Ну, неудивительно. Кстати, заметили, что все топовые игроки, по крайней мере, большинство и часть снайперов, решили отказаться вообще от идей покупать АВП какое-то со скином. И решили просто пользоваться зеленой обычной пушкой. Что, в принципе, отчасти правильно. Потому что всем уже эти оранжевые цвета надоели. Ну, и НИП на против девайсного раунда уже дают первый демейдж по капитану датской команды. И оставили ему очень мало. Как видим, исходя из того, что мы видим на карте, можно предположить, что это быстрая атака на А. И... Ну, вот первые два заходят. Вообще, вот никак сыграл Фрайберг с двери. На планете есть работа от девайса. И он закрывает, в принципе, выход на аплент. 2 в 3 ситуации. Будут НИП, наверное, пытаться уйти. Но бомба осталась на планете. Поэтому надо пытаться забирать красный девайс в точке. И обходит, обходит бокс и дает флешку. Его минусует Гидрайт 2 в 2. Поджим со спины. Но Форест читает поджим, но не справляется с Ксипиксом. Кто-то его первый зачекал. И чувак с красными ХП просто сейчас забожил. Бомба упала вновь. Нет, бомба все еще на планете. На улице Дюпри. Граната в девятку. Граната в мэн. Понимают сейчас Юбергикс. То, что Гидрайт раскидался и будет действовать. Чекает Ксипикса. Вот если доску... Опа! Падает с девятки у нас Дюпри. Гидрайт забирает бомбу. Ксипикс слышал. Но Ксипиксу нельзя не с лестницы спускаться и ничего даже не сделать. Падает. Падет в дверь Гидрайт. Так, Дюпри идет с каналки. Без позиций с девятки остаются игроки команды НИП. И это... Ой, игроки команды Юбергикс. Это проблема. Это проблема. Гидрайт имеет сейчас шанс играть максимально эффективно. Опа! Да простреливался. Товарищ. Но Дюпри все-таки с канала расправляется с Гидрайтом. Вот он, наверное, все-таки все равно подсознательно, но девятку ждал. Девятки был. Оп! Видимо, ВП здесь забрыли сразу. Это на самом деле хороший знак. Так, 4-1 Юбергикс. Аналогично первой карте сейчас играют. И делают практически все то же самое. Едва-едва. Наступают на пятки НИПам пока что. Если на первой карте они борьбу показали за атаку, то здесь за защиту они должны по логике брать большинство. Но этого большинства мы, наверное, не увидим. Потому что с очень жестким напрягом дается датчанам здесь раунд за раундом. Да и один, вы видели, какой ценой достался. Там все до ситуации один в один дошло. Денег все равно нету. Три кольта, два фамаса, отсутствие раскидки. Единственный, кто закуплен в качестве суппорта плотно, это Ника. Ну и понятно, у него девятка. Ему надо делать на ней все. Тем временем они просочились в лице Филарена на дальнее метро, нижнее. Дюпри вообще игнорирует упорно пока что успехи Филарена и даже не пытается на улице сыграть в чек. Боится выходить против АВП. Форест, кстати, именно Форест, именно он играет роль снайпера. Ну и чек тайминг. Тайминг ловят шведы. Ого! Гидрайт двушечка. Посмотрите, все в длинном. Дюпри как сидел, так и сидит. Он уже начинает думать, неподозрительно ли это, что их нигде нету. В радио нету, в нуле нету, на улице нету. Неужели прошли всей бандой длинные? Оно так и есть. Ну, тут готов вот девайс, например, собирать халяву в каналке. Не самая лучшая позиция для него на самом-то деле. Минус гидрайт гранаты. Невелика потеря. Был красный. Форест. Минус Ника. АВИК работает. Спасти ситуацию может Дюпри. Фрайберг минус Дюпри. Не спасает ситуацию. Дюпри забирает его в метро. И Фрайберг здесь имеет... Вообще все. Но его пушит фетиш. Нежданно Форест. АВИК и мажет Форест. Первый раз вижу, что Плиннберг в такой важной ситуации. Отчаленно падал. И не при... Без прикрытия. Но это бред. Бред от НИП. Вообще все потерялись. По точкам смотрели. Ждали своих соперников. Читали Датчан полностью. Но не убил Форест. И команда сразу развалилась. При том, что продинамили каналку. С другой стороны четкий красивый выход. Не спонтанный. От датской команды при выбивании. И шведы слегка потерпели. Тяжело, конечно, играть. Когда матч... Когда соперники пассивные. Да и... Не топают. НИП, кстати, не топнули вообще ни разу. Когда проходили улицу. Но знали о Фифларовне. Датчане знали о Фифларовне точно в том раунде. Что придумают НИП на этот раз? Гзист улица. Сразу ловит флешку. И начинает... Вот не торопится. Не торопится идти дальше. Аккуратно постоит. Подождет аркада за красный. Может попробует убить ангар. Ангар, в принципе... Вот так сладко сидит Дюпри за стенкой. Что если бы Гзист сейчас выстрелил, я бы его понял. Но парень без подруба. Все понятно. Все честно. Фифларен. Дает размены пока. Занимают НИПы рампу. Ждут Гзиста. Сейчас все зависит от того, как сыграет Гзист. Очень уверенно. Минус Ника. Минус Девайс на пленте. И девятка. Девятка в перестрелке с Гзистом. Гзист. Ай-яй-яй. Два разряда по три пули попадает Гзист. И один играет на улице за всю команду. Убергикс пытались зачекать перед тем, как уйти суппортить нижнему пленту. И в итоге на этом чеке Гзист всех просто раздраконил. 5-2. Три раунда преимущество за НИПами. Атака доминирует. Датчане чувствуют себя сейчас. Ой, как неловко после такого. Ой-ой-ой, даже как неловко. И ничего с этим не поделать. Так, НИП 5 АКМов. Без АВП. Форест не хочет. Это дым от Фореста. Все люди как люди. А Форест еще и изолировал очень плотно. При том, что нужное пространство для ведения перестрелок оставил. А все остальное закрыл смоком. Четко прокинув его сверху. Фрайберг взрывает Ника пистолета у датчан. Ну и здесь особо сильных нежданчиков не дожидаются. НИПУ. Крепление улиц полностью развалилось. Смейна запущивать не получилось. Но и Ксипекс последний также сорвался в окна и получил по голове. 6-2. Убергик с бай. Смотрим, будет ли Ника брать АВК. Да, будет брать АВП. И у нас продолжается... По-моему... Да, продолжается у нас активная работа, бесперебойная. Самое главное, что бесперебойная работа интернета, которая сегодня отсутствует по каким-то непонятным причинам. Ну и... Юбергикс. Так, вот только датчане взяли девайс на раунд, сразу НИПУ начинают не играть на АПЛЕНД, не играть улицу, сразу начинают ждать. Что-то знают шведы. Так, ну вот... Всё, короче, можно идти пить чай, да? 5 о'клок. Это, походу... Да, привет, интернет. Привет, Data Group. Спасибо большое, что вы самый стабильный интернет в мире. Спасибо большое, что вы всегда поддерживаете стабильность вашего интернета, особенно по пятницам. Скорее всего, просто перед новогодней пятницей какой-нибудь сотрудник, который был ответственен за что-то ремонтное, просто пошёл, нажрался, купил подарки детям, ещё раз нажрался и пошёл домой. А интернет нам не сделал. Вот Фрайберг, когда зажимает, смотрит в пол. Смотрите. Какой взгляд у Фрайберга. Просто прям няшка. Слов аж нет. Сфоткаем Фрайберга. Давайте посмотрим вообще на модельки. Моделька... Лицо модельки в прыжке. Вот этот на Ленина похож. Опа! 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 Мы разлагали. И здесь уже два в два. Форест! Форест гидрайт вдвоём. Гидрайт на вилочке. Девайс попытается зайти с окна, но Форест по-любому тушит два в одного. Я думаю, такую бомбу влетает. Флэш на плэн. И ёкарный шты бабай, как тимплейно убили, а? 2-7. 2-7, господа. Продолжается трансляция, как я рад. Вроде даже и ненадолго нас дропнуло на этот раз. В прошлый раз мы 5 минут просидели, сейчас 20 секунд. Ну и матч продолжается. Счёт 2-7. У датчан вообще всё плохо. И я сомневаюсь, что во второй половине на этой карте они хоть что-то попытаются сделать. Видимо, покинут они свой турнир на стадии полуфиналов, попадают в топ-5 и не будут бороться за сладкие 10 тысяч долларов, которые за первое место достанутся. А вот команда не поскорее всего поборется. Так, Фрайберг. Вот так вот Фрайберг приветствует фетиши сегодня. Где хоть он его догнал? А, смотрите, тот ушёл в угол, встал. И отлетит. Ну просто это, я не знаю, как назвать. Не, это не везение. Просто чекнул гранаткой угол, где обычно тусуется персонаж. Ну тут... Нип, наверное, сами не знали, что такой счёт получится в первой половине. Видать, не подготовили датчане ничего на этой карте. Кстати, команда не будет менять название, пока не найдёт спонсора. Вот будет ли она без спонсора кого-то выигрывать, я не знаю. Вторая граната в этом раунде и ещё один фрак. Знаете, кто как справляется с эко-раундами, да? Кто как выбивает укрепление. А вот команда Нип делает это, по-моему, лучше всех. Они просто взрывают всех гранатами. Да ещё и так, что никакого укрепления не получается. Так, Фифлара, нож. Сафари, Миш. И понеслась решающий раунд для Юбердикс. Раунд, который сейчас покажет всё и докажет всё. Либо они поборются в... В... В этой стадии, либо нет. Фак, никам. И его АВП. Не, Нип делают всё очень чётко. Посмотрите, раскидали улицу. Отвлекли на себя максимально внимания. АВП не сыграло и уже минус 2. Вот фрак на Апленте был вообще не чёткий. Фрайберг вышел в пустую точку. Убердикс, видать, проблемы с восприятием игры шведской команды. Они, по-моему, вообще... Вот их капитан не читает ни одного раунда. Ну вот бедняга Девайс, который прячется за красным ящиком, умудрился сделать фрак. Фифларен погиб, но... Убердикс будут просто сейвить Девайс. И Ник уже своё ВП отдавать не хочет. Этот от этого убежал на респаун. Понимает прекрасно датчанин, что другого АВП в этой половине, возможно, уже он не увидит. И Девайс минусует Фореста. Девайс собирает вообще всю банду. Гидрайт даже убивать не пошёл. Ну и не успевает даже по 9 зайти. 2-9, друзья, они берут ещё один раунд. И датский дефенс вообще терпит по всем фронтам. Трещит у них защита. Трещит улица, трещит Та, трещит Б. В средней стадии раунда играются бездарно. Подстреливает Гидрайт бомбу. И Нип, по-моему, мчатся и сейчас разыгрывать фастом, потому что был респаун. И это всё-таки не фаст. Фифларен улица. Три игрока с инсайда от НИП. Возможно, попробуют сейчас раскидать рамп снова. И прошли. Да, пошли прострелы. Пошла подготовка рампов. Датчане помогли в ответку. На самом деле, Нипам, зная то, что те тусуются на инсайде, исполнить какой-нибудь лёгкий прейсинг. Но они даже на это не выходят. Вот Сипикс бездарно принимает рампы. Отдаётся просто проходу. Ника фаз зума. Подлавливает Фрайберга. Хороший айршот. Бомба на нуле. Всё ещё у Гидрайта. Нип пропушили одну позицию. И сейчас будут ждать Фореста. Смотрим, откроет ли Форест нижний. Если открывает, то это по-любому Б. Если не открывает, то... Так, вот важный момент. Ответственный. Дюприя, 87. Залетает на Дюприя. Пролетает Форест длинный. Коцуют его тиммейты. И они бы занимают нижний плент. Ошибаются датчане. Идут на чек. В итоге получают сразу же шквальный огонь. Ну вот без флешек, без всего, конечно, тяжело. Ну и самое печальное, что вот шведы сделали всё возможное, чтобы не попасть в двух раундах подряд на ВП. То есть они не играли агрессивно и нагло улицу. А просто разыграли в А и разыграли в сторону рамп. В итоге ещё один сейв от Ника и Фетиша. Этот с на Терри спауне. На этот раз как сладкая парочка будут выглядеть эти парни. Какая позиция. Вау. 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 Ну и чё, ребята, они походу понимают, что это Терри спауне. И будут сейчас делать всё возможное, чтобы зайти на синий ящик. Или не пойдут? А, смотрите, с флешками раскидали. Хае дали туда вообще. Ну вот. Чуть пораньше бы пошли, мы бы увидели интересную зарубу. Но её не произошло. 10-2. Шведская команда пока что заставляет меня зевать. Да и зрителей зевать. Они вообще непобедимые какие-то. Супер сверх твёрдые. Дальчан вообще не получается никак. В один размен только сыграли за три последних раунда. И то его сделал Ника, который сейвит уже второй раунд подряд. Ладно. Похотка выхода быстрого на Фрайбер. В реализации респа прострелом и никого не подлавливает. Ошибка в игре в ангаре. О, 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 о. Сейчас, по-моему, Ника будет... Да, Ника сейчас чуть не отдал своё ВП. Минус 50-м. Он устучал по ногам Форест. Датчане отдают улицу. Есть у них инфа, что там есть проход. Но в этот момент Ника ещё умудряются напрягать. Свино на рампах. Ну вот только-только первые гранаты, первые флешки какие-то ответные дали. И Ника не выстрелил сейчас, но он не знал, что там соперник. Граната. Всё ещё 5-5. Здесь будет пытаться вломиться на плент. Вот это на тебе! Какое знание позиции оппонента. Просто нереально. Прострелом в голову. Там шансов у Девайса не было. Дюпри, размен с каналки. Не дал десанту Фореста реализовать Девайс. И всё. Короче, датчане. 3 в 3. И это сейв. 3 в 2. Всё, сейв Девайса. Фетиш Дюпри. Ну, лезет фетиш, дохнет. Ну, и тут уже... В общем, все сейвы, которые делала команда Юбергикс, вот только прямо сейчас. Прямо сейчас оказались абсолютно бесполезными. Это официально доказано. Но, тем не менее, они после проигранного раунда в очередной раз могут позволить... Могут позволить себе купить оружие. Которое точно будет сейвиться, если сейчас ситуация повторится. Ну, и Фрайберг. Первый респаун. Смотрим, будет ли это прострел Аплента. Не, взрывает. Пойдёт на верочку глушить. Ему тиммейты помогают взорвать мейн после его открытия. Фларн минус Ника улица. Падает первое звено. И вновь НИП начинают очень успешно. В прошлых двух раундах они также открывали улицу. Размен ещё один залетает. Ну, вот Фетиш сдержал Фореста на улице. Но, тем не менее, на Апленте на одного игрока у датчан уже меньше. И НИП, наверное, будут действовать туда. Ну, вот прилетает граната, которая всё меняет для Фрайберга. Но не для команды НИПа. Они продолжают уверенно отсиживаться на инсайде. У Бергикс попытки перестроиться. Гидрайт минус Фетиш. Вот это серия обломов от датской команды. Сипекс. Фраг в дым. Наглость Диста. Красный. Ну, два игрока красные сейчас у НИП. Гидрайт и Фрайберг. Игра против двух уже не такая эффективная может получиться. Но, тем не менее, датчане лезут чекотя и дохнут по одному. 12-2. В первой половине датская команда на второй карте с разгромным счётом пока что терпит. Терпит изо всех сил. Терпит, что есть сил. Кстати, друзья, сегодня в параллельном полуфинале не будет играть Кьёли. И, скорее всего, именно этот парень был интересен всем нам в матче с ЛДЖБ. Они будут юзать стенды, на кто это будет, я не знаю. Но без Кьёли... Без Кьёли потащить у ЛДЖБ шансов очень мало. Вот это вот Пифларен наконец-то научился сурсер стрелять. И простреливать тоже. Так, бедная датская команда. Я не знаю, им сейчас... Их раз... Вот это фетиш ставит. Вообще полную жесть. Минус 4 уже. Как он сейчас забрал мейн? Гидрайт пишет ГХ. Действительно, это хорошая половина для шведского коллектива. А вот для датчан не очень. Так, ну чё, ксипик 100 хп, 6 хп фетиш. Идёт искать пятого. Ну, пятый игрок в этот момент, естественно, идёт искать всех остальных. Фифларен. Ну, все мы знаем, что в таких раундах Фифларен чаще всего... Ставит бомбу и смотрит в другую сторону. Но здесь ему даже бомбу не дадут поставить. При том, что он красный просто, как красная шапочка. Вот это жесть! Фифларен! Посмотрите, что делает Фифларен. Уходит в дверь. Нет, фейк. И Фифларен тащит! Минус 4 в ответку от Фифларена. Залетает вот это да. И ещё всё-таки 13-2. Гзист ещё раз пишет Good Health. Он уже писал до этого Good Health вместе с Гидрайтом. Но теперь точно половина хорошая. Удачан сейчас глаза по полтиннику. Не знаю, языки до колена висят. Челюсть отвалилась после такого непредсказуемого экшена от Робина Йохансона. Который, напомню вам, не играет вот таким вот стильком. А обычно проигрывает такие раунды. Но тут, видимо, всё-таки шведская доминация очевидна. Но, тем не менее, у Бергикс есть шансы взять пистолетный и продолжить борьбу. Побороться можно всегда. Не такое выигрывалось. Это КС, друзья. Мы видели за историю КС и переворота со счёта 14-1 и 15-0. А я вообще ещё такие игры даже знаю. 15-0, потом 15-0 в ответку и допы. А потом ГГ. Так, ну чё, у Бергикс попытка зачекать 9. Нип укрепляют ТАП непосредственно с позиции сверху. Не играет Линдерг на рампах. Бомба снизу. Паника начинается у Нипов. Как так? Вы пропустили? Вы чё творите? Но вот то, что дачане в численном преимуществе проходили улицу, об этом шведы не знали. И попытались принять сплит, укрепив вообще другие позиции. Сейчас Фифларен так. Ну смотрим, будет ли здесь стрельба от шведов. Я чё-то ой как сомневаюсь, что здесь залетит. Но, тем не менее, 4-3 в спину. Заходит Гидрайт и этого не ждут. Тем не менее, Дюпри справляется. 2-2. Гзист 50 хп давят. Ну всё, здесь как бы ничего не сделать. Дюпри казнит Гзистап. Пистолет не проигран. Вот такой вот сейчас мы видели. Пу от Дюпри. 13-3. Пистолетка взята. Ну, осталось только поработать на девайсах сейчас. Шведы особо сильно не расстроены, я думаю, уступленному пистолетному раунду. Скорее всего... Скорее всего, они даже иллюзии не питали на этот раунд. Понимали, что всё так может закончиться. Но, тем не менее, не сыграл Гидрайт. Заметили, что вот если полгода назад Гидрайт делал нужные минус 3, заходя в спину или в бок, или не знаю, или в игре в качестве там суппорта, то вот под конец этого года совсем расхляп. Вот что Форест, что Гидрайт. Ну, Форест стабильно попадает, а Гидрайт вот уже не делает, не исполняет вот свою роль на все 100%. Ну, мы видели, что он хорошо зашёл в спину на вилку, но не смог купить парня также в спину, имея инициативу выхода на него. Потому что тот без позиции. Размены снизу. Убергик в шоке, их жмут. Неаккуратный десант от Фореста. Реально, лес лесом, а... В-90 стреляет больно. И Гидрайт это показывает. Ну, вот у Гидрайта есть... Чё сказать берёт Гидрайт? Один в два! Бомба в каналке! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Елисунд! Ёшкин, ты чё творит-то, а? Чё творит? Дальше они просто обломались об Гидрайта. Дюпри не знает, что теперь делать. Не знает, сколько хп у Гетра. Гетра уходит в длинный. Дюпри не знает, что из этого может получиться. Гидрайт не топает. Дюпри боится то, что швед будет пытаться играть выпад. Скорее всего... Дёргает. Он его дёргает и теряет время. Гидрайт за это время доходит до длинного коридора. И видел Дюпри! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чё ещё будет просто? Карвалолу нам это жесть, Гидрайт! 14-3, минус 4 на эко. И какая реализация подобранного девайса? Как налажались с этой бомбой датчаня? Ну такое... Такое пошёл вон, не забудут. Юбергикс никогда. Это просто вот без шансов. Хп спрашивает девайс. Рэд пишет Гидрайт. 8 пишет Фифларен. ОКОК пишет девайсы. На самом деле, это ОКОК значит то, что... Значит... Значит только одно. Новое стихотворение. Новое стихотворение от девайса. Я не убиваю. Так, вот тут непонятно, почему... Столько огня сейчас было под... Что это такое? Декой, что ли, лежит? Непонятные какие-то цвета порисовываются. Так, ну и Гидрайт пошёл продолжать. В своём собственном стиле и репертуаре. Ещё разочек наказывает датчан напоследок. Перед завершением, собственно говоря, этого матча. И отдаётся только Ника. Но его Голден Коин вряд ли поможет здесь перестрелять. Ещё четверых озлобленных шведов. И он вынужден подскользнуться и умереть. Ну, по крайней мере, хоть как мужик. А не на респе где-нибудь. 15-3. Шведская команда перед финалом. Ну, это, знаете, предфинальное насилие над датчанами. Вот сколько раз мы смотрели онлайн-турниры. По-моему, даже много было онлайн-турниров в 1.6, где скандинавские команды всё-таки... Выглядели всегда, знаете, такими волевыми. И боролись. И были упорные матчи. Но вот тут, на самом, наверное, последнем онлайн-турнире. Крупном в этом году, который ещё пока проходит. Шведская команда НИП вообще ничего не сделала. Просто ничегошеньки. Я в том плане, что они никак не напряглись. Они просто спокойно уработали датскую команду. И в финале я даже не знаю, кто бы к ним не попал в финал. Хотя я думаю, что финал будет LGB НИП опять же сегодня. В параллельном полуфинале не сможет играть к Йоле. И это очень плохо может закончиться. Но здесь ГГВП пишет фетиш. Понятно, что... Опа! Ну вот НИП еще побороться пытается с деглом. И ставит по Фрайбергу! Берет девайсы с бомбой. Против Фиффларена. Справится ли сейчас Йоханссон? Нет, конечно. Мы никогда не знаем. Никогда не знаешь, ГГ это или нет, да? Не скажу не всегда. 15-4. НИКа потащил. Но мы с вами понимаем, что это уже просто вот желание одного игрока, а не желание команды вытаскивать такие моменты. На этой карте выиграть будет нереально тяжело. Даже если ответку дать о ней, речи быть не может. Потому что все мы знаем, как у Бергикс слабы оказались на самом-то деле. Потому что первая карта следовала ожидать такой неуверенной игры. Теперь мы зато знаем, что о датских командах. Да, мы знаем точно, что они не умеют играть НЮК. Это у Бергикс, а не факулки. Мы точно знаем, что они очень слабы сейчас на Инферно. И скорее всего, основным коллективом, который входит сейчас в топ-5, будут его проигрывать. Ну и мы знаем еще один факт о датских командах. То, что они все ненавидят команду Вэри Геймса, обыгрывают ее на каждом турнире. Но в финале ни одна датская команда в этом году не поборолась. Поэтому они получают от нас приз зрительских симпатий, но не более. Так, там Форест убивают. Все, ГГВП наконец-то. 16-4 заканчивается. Это этот между собойщик. Ну и результат на ваших экранах, друзья. Сказать, что мы все в шоке, это ничего не сказать. 2-0 по картам. Просто 2-0 по картам в пользу НИП. НИП вообще без шансов. Инферно, не зрелищная. Ну и Маст Си на Нюке не получилось сделать. Соответственно, это Габелла. Ну и НИП в финале, друзья. Второй полуфинал. ЛДЖИБИ клан Мистик. Его я комментировать сегодня для вас не буду. Стартует он чуть попозже. Вот это я команду Нави, да, вписал. Просто на 5 баллов. Так, пардон. И вот на команда НИП. Так, ну и НИП будут дожидаться второго полуфиналиста. Победителя полуфинальной пары. Клан Мистик против ЛДЖИБИ. Что касается этого матча. Вот так как комментировать не буду. Дам прогноз. Прогноз простой. ЛДЖИБИ должны выигрывать. Потому что играют они против 4 игроков из Тендена. Опять-таки, нету Киоли. Который, наверное, самый опасный во всей этой банде. Ну и желаю вам приятного просмотра матча на англоязычной трансляции. Написано, что минус Киоли плюс Рара. Но я думаю, это троллинг. Потому что Рара это старый французский игрок. Который состоял в рулон-клабе. Наверное, с самого его создания. Ну, не очень он, короче, играет. Там даже была, как когда-то давно, на Браблее тема. Команда вашей мечты. И расклад выглядел следующим образом. Потому что там был Сеня, Рулон, Рара. И вот, наверное, сейчас бы я добавил уже Эйкера туда. Так. Так, ну и появилась первая информация о турнирах в Швеции. О национальном кубке, о финале национального кубка. Вот я смотрю, что Фнатик... О, не, СК, СК заменили. Да, СК заменили Фнатик на охо, на шведском турнире. Вот это да. Ну, выиграли столько бачей. А там, кстати, 15... 16... 16-620 за первое место евро. Серьезно, серьезно. Национальный кубок Швеции. Так, и гейминг Бэтс нам намекает, что закончились матчи. 16-4 и 2-0 общий счет. Ну и... Моя ставка, по-моему, не сыграла, если я не ошибаюсь. А, нет, я и не ставил. Вот это завтыкал. Но на второй матч я обязательно поставлю. Так, ну что, с вами был Слэм. Воды смотрите на CSGO, StarLadderTV и youtube.com.